Я по привычке думал, что есть микрофон, меня, наверное, не услышали. Я сказал, слава Богу. О, я теперь слышу, что слышат меня братья и сестры. Мы будем иметь специальное служение, которое мы проводим вечером для тех, кто по каким-то уважительным причинам, я понимаю, так, не может быть утром служения. Мы вечером проводим хлебопреломление, чтобы дать возможность поучаствовать тем, кто не смог утром быть. Есть разные причины, наверное, которые люди не посещают, но я надеюсь, что мы все настроены на то, чтобы приходить утром в собрание. И только для тех людей, которые по каким-то серьезным причинам не посещают утром, делаем вот это специальное служение. Хотя, наверное, в других церквях, я знаю, только один раз проводится служение хлебопреломления. Дорогие братья и сестры, я не планировал сегодня проповедовать, но вот то, что получили одну записку, которая написана так примерно. Объясните стих, пожалуйста, что значит недостойно 1 Коринфянам 11, 27. Что входит в рамки недостойно пить чашу и есть хлеб Господен. И вы знаете, когда только я прочитал эту записку, я подумал, что всякий раз, когда, по крайней мере, я проповедую, братья проповедуют, мы эту тему поднимаем. Мы об этом говорим, об этом рассуждаем. Ну, давайте еще раз тогда мы прочитаем этот текст с 23 стиха 1 Коринфянам. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус ту ночь, которую предан был, взял хлеб и возблагодарил, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». «Так же и чашу после вечерей, и сказал сие, чаша есть новый завет моей крови, сие творите, когда только будете пить мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб, сей, пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Думаю, что всякий раз мы, когда находимся на служении вспоминания смерти и страданий Господа нашего Иисуса Христа, мы слышим важные проповеди, и потом мы участвуем в вечерей Господней. И понимаем, что это, как сегодня утром напоминалось, это постановление от Господа. Сам Господь дал нам повеление участвовать в вечерей Господней. И участие в вечерей Господней – это то, что приносит жизнь человеку. Наверное, без участия в вечерей Господней, без размышления над тем, что произошло с Господом, мы не сможем жить в жизни, потому что у нас не хватит силы. Нам нужна силу, и силу мы черпаем от Господа, и особенно, когда размышляем о смерти и страдании Господа Иисуса Христа. И вот в этом тексте, который я уже прочитал, думаю, что для нас сокрыты важнейшие истины. Можем открыть другие места, но вот в этом тексте послания к Коринфянам, первом послании к Коринфянам, наиболее так емко, наверное, выражено основные такие правила участия в вечерей Господней. И для того, чтобы понять смысл участия в вечерей Господней, просто нужно, наверное, приложить старания и внимательно-внимательно рассуждать над этим текстом. И я верю, что в этом тексте сокрыто много для нас величайших истин. Вот всякий раз, иногда, вот знаете, когда братья готовятся к проповеди, я так понимаю, может быть, вы переживали. Кажется, что вот все уже сказано на эту тему, ничего добавить невозможно. А вечеря Господня, наверное, это тот текст, из которого мы черпаем силу. И я смотрю, это неисчерпаемый текст мудрости, богатства, благодати для нас, верующих людей. И всякий раз, когда мы читаем его, всегда находим что-то особенное, которое касается нашего сердца. Поэтому, дорогие мои братья и сестры, я хочу призывать вас не просто читать текст, а размышлять, пребывать в Господе, молитвенно читать. Я верю, что Господь вам лично, наверное, покажет важность того, что происходит. Вот уже сидя здесь, прямо в собрании, я размышлял, как участвовать правильно в Вечере Господней. И хочу выделить из вот несколько мест или слов из этого маленького отрывка. Во-первых, смотрите, тут написано, что как Господь Иисус Христос участвовал в Вечере. Для нас это пример. Самое первое слово, которое я встречаю, написано «Вас благодарил». Вас благодарив Он участвовал. То есть, я понимаю, что правильное участие в Вечере Господней предусматривает наше настроение, наше сердце. Оно должно быть полно благодарности Господу. Вообще, я понимаю так, что все, что мы едим, он Господа. Можно приводить много примеров. Мы понимаем, что пища освящается молитвой. Можно приводить даже разные тексты в Священном Писании, которые говорят о том, что если мы принимаем с благодарением то, что происходит. Вся пища, она освящается. Освящается Словом Божьим и молитвой, написано. Освящение – это отделение Господа. Святое – это отделенный, обособленный для специальной цели, для служения Богу. И тот, кто служит особой целью, он прославляет Бога. Поэтому, когда я благословляю пищу, например, я прославляю Бога, того, кто дал мне ее. Я воздаю Ему славу. И всякая часть нашей жизни, она освящается, когда мы имеем благодарение, да? Когда имеем благодарное сердце. Приходит освящение. Поэтому особенно участвую в вечере Господней. Я уже понимаю, что это не особая пища, которую там для того, чтобы нашего физического тела накормить, да? Но это другая пища. Но однозначно мой подход. Мое сердце направлено должно быть тому, чтобы благодарить Бога. Я думаю, что каждый верующий, участвуя в вечере Господней, знает, что это самое первое, что мы должны сделать. Сказать, Господи, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя за то, что Ты совершил для меня на кресте Голгофы. Я благодарю Тебя за то, что там произошло, а там произошло самое великое, что могло произойти на этой земле. Человек грешный получает спасение по вере. Там на кресте Голгофы происходит омытие наших грехов кровью Иисуса Христа. И когда мы имеем это благодарение, это правильное состояние сердца для того, чтобы участвовать в дальнейшем в вечере Господней. Обращаю внимание дальше. Я буду говорить достаточно, скажем, тезисно, но тезисно не всегда, может быть, раскрывает тему. Но все-таки я хочу, чтобы у вас остались какие-то мысли сегодня. Второе, на что обращаюсь, слова, которые здесь написаны, слово «испить». И я понимаю, что «испить» мы чаще всего понимаем. Мы берем какой-то стакан и начинаем пить. И люди понимают, что это для того, чтобы удовлетворить свою жажду, свои потребности. И в принципе мы правильно понимаем. Но есть еще одно такое понимание слова «испить». Это выпить все до конца, вынести, перетерпеть что-то трудное, тяжелое, да? И испить чашу в Ветхом Завете, да? Если мы посмотрим, вот есть такое высказывание, что Господь выпил чашу ярости, из руки Господа выпил чашу ярости. Или еще другие места Священного Писания, да? То есть оно означает что-то больше, чем выпить физическую чашу, да? То есть вполне принять какое-то в данном случае наказание, которое приготовил Господь. И это указывает нам другой смысл. Поэтому, когда мы говорим об «испитии», не всегда мы должны понимать, что это просто физическое «испытие». То есть достойно перенести все, что предстоит испытать в какой-то сложной жизненной ситуации. Поэтому здесь, наверное, говорится для нас вот это слово «испить» должно указывать, что что-то должно произойти больше, чем наше физическое принятие пищи, дорогие братья и сестры. Слово «вкусить» опять то же самое. Не просто съесть пищу, но второе значение переносное – ощутить, испытать. Вот, например, вкусить от дерева познания добра и зла. И, наверное, здесь не просто вкусить какое-то яблоко, да? А испытать этот, вкусить запретный плод, познать какую-то тайну особую, да? И вкусить хлеб, тело Иисуса Христа – это значит познать его, принять его в свою жизнь. И вот здесь в Филиппийцам 3 глава так и написано, «чтобы познать его и силу воскресения его, и принять участие в страданиях его, сообразуясь смертью его». Достаточно глубочайшая истина в этом маленьком отрывке, но она раскрывает нам смысл того, что происходит с нами во время вечерей Господней. Ну, можно привести какой-то жизненный пример насчет этих двух слов. Я встречал в своей жизни, и думаю, вы неоднократно такие выражения, например, фермер, который отрезает от булки хлеба себе краюшку, да? Он может сказать такие слова, «Это моя кровь и мой пот». И понятно, что здесь речь идет, что он держит краюшку хлеба, но в этом хлебе есть его кровь, его труд, его пот, да? Можно привести с места и священного Писания, и когда Давид захотел, помните, очень сильно пить, находясь вот в войске, в укрепленном месте, и, значит, трое мужей пробились в стан филистимский для того, чтобы принести ему воды и почерпнуть из того колодца, которого захотел пить их царь, колодца Вифлеема. И написано в Библии, что, когда принесли эту воду царю Давиду, он сказал, «Сохрани меня, Господь, чтобы я сделал это, стану ли я пить кровь мужей сиих, полагавших души свои, ибо с опасностью собственной жизни они принесли воду». И написано, что он не захотел пить ее. Это была не кровь, это была простая вода из колодца Вифлеемского. Но царь почитал себя недостойным пить эту воду, потому что очень велика цена этой воды. Это был риск жизни этих трех доблестных воинов. Поэтому, когда мы говорим о плоти и крови, дорогие мои, братья и сестры, о вкушении и пище, я думаю, что для нас подвиг Иисуса Христа он даже превосходит наше разумение, превосходит наше представление того, что происходило. Но Христос сказал, имейте в этом часть, вы имеете в этом часть. И мы пьем, принимаем, едим, потому что это то, что совершил для нас Господь Иисус Христос, становится нашей частью. Мы принимаем от Бога благословение. Да, мы физически не принесли этого наказания. Мы не были на кресте прибиты. Наши руки не познали римские гвозди. Но сегодня мы верой принимаем участие в том, что для нас совершил Господь Иисус Христос. И я думаю, что одно из важнейших условий участия в Вечере Господней, то, что предполагает достойное участие, это мы должны с вами понимать смысл того, что мы делаем. Можно привести текст Священного Писания, тот же самый, который мы читали, написано, не рассуждая о теле Господнем. Мы должны рассуждать и понимать. Здесь можно двояко подойти к этому вопросу. Я думаю, что все вы знаете, что мы часто разводим хлевоприлавнение людям больным, немощным, которые не могут прийти в церковь. И наши служители, достаточно часто, заезжая к этим людям, вот смотрят на их состояние. Способен ли человек рассуждать над тем, что он делает? Или это для него просто механическое глотание кусочка хлеба, и он выпьет воды, не понимая того, что происходит? И если человек не понимает, если находится даже, может, какой-то болезнью, мы понимаем, что участие в Вечере Господней в данном случае не будет иметь смысла. И людям больным, которые вот находятся в таком состоянии, что не способны рассуждать, даже не даем участия в Вечере Господней. Это правильно, потому что оно не имеет для него никакого значения. Имеет значение, когда мы понимаем, что мы делаем. Или человек, который не знаком с Евангелием, с Библией, да, придет в церковь к нам и будет участвовать в Вечере Господней, возьмет кусочек хлеба, начнет пить, оно тоже для него не будет иметь смысла, потому что он не понимает то, что совершил для нас Господь Иисус Христос. Он не знает смысла в Евангелии, не понимает, может, это такая теоретическая у меня иллюстрация, но для того, чтобы участвовать в Вечере Господней, мы с вами должны понимать смысл совершенного на кресте Голгофа. Мы должны понимать, что там, на Голгофе, Христос сделал для нас. И когда мы понимаем это, рассуждаем, рассуждаем о том, что совершил для нас Христос, мы имеем право участвовать в Вечере Господней. Недостойное участие в Вечере Господней – это не понимая, не рассуждая о теле Господнем. Когда человек участвует, или, скажем, человек, ребенок маленький, я думаю, что он не способен тоже понимать, поэтому в нашей церкви мы не даем детям тоже участия в Вечере Господней. Последнее, наверное, но самое важное, что нужно сказать, хотя я что-то думаю, что даже, наверное, мы все не сможем сегодня здесь вспомнить, но я просто хотел бы направить наши мысли на рассуждение этой темы. Я верю, что Господь сам будет дальше говорить вам. Недостойное участие в Вечере Господней – это участие человека, который находится во грехе, понимает, что он во грехе, понимает свое состояние и участвует в Вечере Господней. Во-первых, если мы дальше начнем читать текст, то там написано, что от того из вас много людей наказывается от Господа, и даже там говорится о очень строгом наказании, говорится, что многие из вас немощные и больные, и дальше говорится, что даже есть те люди, которые умирают от этого. Вот здесь, наверное, мы должны с вами понимать, что если человек сознает, что он во грехе находится, и протягивает руку для участия в Вечере Господней, если он понимает это, он участвует недостойно, и вот эти наказания, которые я говорю, которые говорит Священное Писание, даже не я говорю, они могут прийти в жизнь человека, они придут в жизнь человека, рано или поздно придет. Может, Господь дает какую-то милость, какое-то есть время для покаяния, но если человек в таком состоянии будет участвовать в Вечере Господней, дорогие братья и сестры, они будут наказаны, наказаны от Господа. Это мы говорим вам, как написано, словом Господним. Поэтому сегодня я понимаю, что участие в Вечере Господней достаточно строго, очень ответственное мероприятие для нас, и в лучшем состоянии. Если человек сознает свой грех и понимает, я думаю, что всегда есть возможность покаяться. Мы перед хлебоприлавлением специально в четверг имеем служение, да? И я думаю, что вот есть возможность у каждого человека, который сознает, что он в свое положение перед Господом, для того, чтобы раскаяться, чтобы исповедать грех, чтобы принять прощение от Господа и участвовать в Вечере Господней, получив от Него прощение, получив от Него освобождение. Не нужно томиться во грехе, не нужно находиться в этом состоянии, дорогие мраи, угнетения, не нужно тянуть этот груз на своей шеи, потому что вы будете больше и больше спотыкаться. Вас грех будет больше и больше тянуть. Если вы сразу не становитесь, еще много-много пострадаете от Него. Поэтому во имя Господа, если что-то происходит, не стесняйтесь. Но я верю, дорогие мои братья и сестры, в важность исповедания. Не просто даже выйти вперед своим заявлением, заявить, да, у меня есть проблема, но если у тебя есть проблема, Библия говорит, как? Кто исповедует? Нам нужно исповедовать свои грехи, из себя поведать. Назвать свой грех своим именем. Очень часто во время испытания замечаю, что людям исповедание, стыдно назвать свой грех. Но вот это, наверное, как раз таки то, что хочет Господь, чтобы мы назвали его своим именем. Стоит человек молодой, говоришь ему, да, Сергей Александрович, ну, понимаете, вот, ну, есть, ну, вот, 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 он мне косвенно намеками говорит о своем грехе. Я говорю, слушай, нужно назвать свой грех. Давай, тебе стыдно? Стыдно. В этот момент просто называй свой грех и получай свободу от Бога. В этот момент текут слезы. И это нормальный признак того, что человек получает прощение от Бога, что он сокрушается в своем грехе. Это нормальное состояние, когда он плачет, сознаю последствия того, что происходит. Но верьте, что Господь прощает. Поэтому мы идем к Богу для того, чтобы получить прощение и будем участвовать в вечерии Господней. Потому что участие в вечерии Господней дает мне силы, дает нам силы жить в этой жизни. И если мы не будем участвовать, если будем пренебрегать, очень часто происходит отпадение церкви. Человек уходит из церкви, он не хватает духовных сил, он еще больше падает и страдает. Поэтому во имя Господа я приглашаю вас, дорогие братья и сестры, участвовать и участвовать достойно, участвовать правильно, рассуждать о том, что происходит, не идти в участие в вечерии Господней со грехом, но освободившись от Него, получить благословение от Бога. И это важно для всех нас. Извиняю, что, может быть, несколько долго я затянул время, но хотел сказать, ответить на, хотя бы, наверное, частично на эту записку. Давайте мы встанем в наши ноги. Мы с вами будем совершать вечерию Господней. Так мы понимаем, что чаша, это та, о которой сегодня молились утром, хлеб, тот, который был преломлен сегодня утром. Поэтому, братья, пожалуйста, пройдите сюда, возьмите в руки чаши и хлеб, и мы предстанем пред Богом в молитве. Те, которые будут участвовать в вечерии Господней, проходите вперед сюда, для того, чтобы не все будут участвовать, будут участвовать только те, кто не был по каким-то, я говорю, уважительным, серьезным причинам в церкви, не смог быть утром. И сегодня у нас будет возможность дать, предоставить вам возможность участвовать в вечерии Господней. Давайте обратимся к Господу. И в этой молитве, это, верю, что достаточно важная молитва. Я не знаю ваше состояние, ваше духовное состояние, но есть вещи, которых, может быть, просто надо попросить прощения у Бога. Сделайте это сейчас, попросите у Бога. Где-то с кем-то, может быть, у вас в сердце нету мира, просто почему-то, может, вы поступили даже правильно, но какое-то огорчение пришло в вас в жизнь. Попросите прощения у Бога. Что-то повысили голос на своих детей. Очень часто люди исповедуются в этом. Но я говорю, это, наверное, может, даже не стоит исповедоваться, просто просите прощения у Бога. В каждом это происходит. Но когда мы приходим к Богу, мы получаем от Него прощение. Сегодня я обратил внимание на один стих, который читал утром Василий Михайлович. И как-то он немножко по-новому прозвучал у меня. Там говорится, что мы освящаемся от Бога, когда исповедуем грехи. Что нет таких людей, у которых нет грехов. Во всех есть. Но у нас есть кто? Господь Иисус Христос. И мы приходим к Нему с верой, обращаемся, называем Ему свою проблему. И получаем от Него освящение. Получаем от Него прощение. Поэтому пользуйтесь тем, что говорит Писание, да благословит вас всех Господь, да благословит нас всех Господь. Потому что состояние каждого из нас, оно влияет на состояние церкви. Оно влияет на состояние тех, кто стоит вот здесь впереди. Я верю, что влияет на тех, кто сзади стоит. Это не просто для братьев и сестер, это не просто для хористов или служителей. Мы стоим перед Богом для того, чтобы Господь действовал, для того, чтобы Господь пришел в нашу жизнь. Нам нужно Его присутствие и благосостояние, а Он хочет видеть святости наши. Давайте приходить к Господу и искать Его лица. Помолимся. Господь, я благодарю Тебя за моих братьев и сестер. Благодарю Тебя за церковь. Благодарю Тебя за возможность сегодня быть участниками вечери Твоей. Благодарю Тебя, Иисус, за возможность стоять сегодня в руках, держать чашу и хлеб и быть участниками Господи вечери Твоей. Благодарю Тебя, Иисус, за ту жизнь, которую даешь нам, за ту силу, которую мы можем черпать в Твоих страданиях, Господь, совершенным Тобой на кресте, Голгофы. Потому что, Господь, мы сами понесли бы наказание, проклятие, но сегодня взамен этого Ты даешь нам благословение, Ты даешь нам, Господи, наполнение, Ты даешь нам исцеление и победу. Я прошу, Господь, благослови сегодня участвующих в вечере Господней. Благослови моих братьев, которые будут разносить. Благослови всю церковь, всех нас, чтобы, Господи, все мы могли быть, Господи, благословением для церкви. Могли соединиться, Господи, в участии в вечере Твоей и сделаться этой большой церковью, которую Ты, Господи, являешься главой. Благослови нас, в руки Твои доверяемся, Тебя славим, Бог наш и Царь. Аминь.